наш эфир продолжает программа голос здравого смысла ли он вайнштейн здравствуйте ли он добрый день так у меня программка которая должна изображать который транслирует на youtube похоже немножко подвисла да точно то есть там идет звук а вот изображение вашего люди не видят там осталось изображение заставки к сожалению скажу что это и хорошо ссоре друзья мои не хочу сейчас перезапускать придется останавливать программу не хочется терять время поэтому вы извините мы прошлый раз коснулись вкратце программы с которой выступил пиццы бывший вице-президент нынешний кандидат в президенты джо байден удалось ли вам разобраться чуть более подробно в этом и если да то давайте-ка поделитесь с нами своими впечатлениями да я потратил общем довольно много времени пытаясь разобраться что там происходит а дело в том что такие программы особенно те которые пишутся так называемыми левыми прогрессивными силами они их очень сложно понимать потому что во первых там 95 процентов как минимум а то я думаю побольше 99 просто всякие очень красивые слова которые там ничего особенно не значат типа значительно увеличить заботу о народе ну я понимаю что мы все привыкли к таким словам но и бы но мы мы то знаем что это ничего не значит что это может увеличить может уменьшит а может от того что они увеличат будет только хуже были понимаем но значит второе в чем там проблемы вот этим наполнена просто вся программа там пунктов 40 и развернута жутко сложно пробиваться потому что читать читать понимать какие-то двусмысленные слова и тому подобное теперь значит второе что меня неприятно поразило это там все время имеют место сноски для тебя отправляют каким-то другим документам например пишется что значит байден отдаст приказ создать некий карательный орган связанность экологическим равенством и а как и назвали это расизмом а запятая как в программе у губернатора инсли то есть для того чтобы понять что они имеют ввиду надо залезть в программу губернатора инсли который в восемнадцатом или шестнадцатом году не помню и опубликовал и там тоже есть куча всяких текстов слов паразитов и тоже от от отсылки или там дальше ровно через строчку а это будет делаться в соответствии с предложением значит сенатора букера открываешь значит идешь сенатору букеру открываешь а там 45 страниц текстов которые таскать тоже надо понимать еще расшифровывать что имеется ввиду то есть всеми силами своей точки зрения программа вайдена построена на то чтобы задурить голову куда крестьянин попадаться совершенно непонятно а очень красивые слова все время идет разговор о том что защищать или скажу не так как трамп все любили что трамп все испортил что испортил не очень понятно цифры никаких не дается но все время травм все испортил придет байден все исправит и все будет очень хорошо потому что государство тебе позаботиться вот это общий смысл программ ну а значит теперь чтобы уйти от таких же слов как как им пользовался байден и искать его сотоварищи давайте перейдем к каким-то более конкретным вещам первая вещь не первая может быть одна из вещей которые меня просто стукнуло к серьез это невинное предложение байтона отменить зонирование сейчас объясню зоне в америке существует до следующего вот выделяется какой-то кусок земли в городе говорится вот в этом месте нельзя строить никаких не предприятий не магазинов для чего это спальная зона нарезаются участки его часть этого этого отдается до дома личные частные 1 1 семейные а часть в другой стороне и они не перемешиваются отдается дома так сказать скажем там от двух до четырех или там так сказать от четырех до любого количества там определенной высоты и количество этажей зданий то есть во первых во первых и ценового она зависит от другого во вторых когда ты понимаешь что ты уезжаешь подальше вот такой спальный район то там не будет много машин ездить там не будет как бы хулиганя бродить по улицам и тому подобное то есть всех мы пытаемся немножко за работа в деревх переехать в район в котором нашим детям лучше будет жить спокойнее ты не боишься залезут об этом боишься всегда в общем не так как ты бы боялся на первом этаже в центре здания в котором валяются рядом пьяные и и сумасшедшие байден хочет это отменить в очень интересной части он предлагает для решения проблемы бездомных многодетных одиночек матерей и не значит устроенных семей то есть ну так сказать что называется низ низ общества который всегда бывает капитализм вытащил из нищеты там 90 процентов нашего общества но так сказать там 5 оставил на уровне бедности еще 5 так сказать нищете ничего не получается есть люди которые не могут и не хотят люди которые сошли с ума люди которыми что-то случилось катастрофическое не временно находится в этой ситуации но нельзя всем все время чтобы было хорошо устроить так не получалось никогда в общем значит а что что конкретно чтобы он собирается делать он собирается разрешить застройщикам убрать участки в тех местах которых только дома находится для а относится для одной семьи то есть отличные частные небольшие там одно двухэтажные дома в котором живет одна семья и разрешить в любом месте в любом совершенно месте строить много квартирной как было сказано комплекс для чего и будут строить и будет строить для того чтобы решить проблему я уже сказал бездомных и тому подобное то есть будет строить очень много квартир высокие дома посредине того района в котором вы живете в тишине и спокойствии и заселят туда 300-400 семей бездомных одиноких матерей и тому подобное в другом месте программы как бы не имея к этому отношения написано следующее что вот трамп очень плохой он хочет сначала лечить значит этих сумасшедших больных наркоманов алкоголиков и тому подобное а потом мол их расселять или что-то для них делать а они демократы байденовцы будут делать наоборот они всех их поселят вот в эти вот дома посредине тех районов которых так сказать сегодня мы живем с нашими детьми и тому подобное маленькими школами и т.д. а значит потом они будут их лечить значит так последние 6500 лет лечить тех людей не удается то вполне возможно что и сейчас тоже не удастся я беру не всех сто процентов я имею ввиду большинство и того представьте себе на секунду что вы купили дом и живете вместе и сняли квартиру вместе в котором от невысокие небольшие дома в которых в общем либо маленькие магазинчики либо общение от ничего не было производства там нету огромного движения там нету где-то спокойно выходит катаются на велосипедах вы что называется дверь запирается на решетке не ставите на окна и вдруг посредине вот всего вот этого появляется комплекс на 400 квартир куда переселяют алкоголиков бездомных наркоманов бандитов и тому подобное из так называемых inner cities то есть из центра городов почему потому что почему же они должны только чтобы было плохо пусть плохо будет и вам значит у вас под домом будет валяться мало того что то сказать шприцы а больше валяться наркоманы значит детей вы естественно выпускать не будете на улицу будете бояться двери вы будете делать стальные что очень хорошо для американской промышленности в китае не будете покупать значит на все решетки первого и второго этажей вы будете ставить достаточно все окна и двери да вы ставите будет решетки и вообще будете дрожать потому что в любой момент любой алкоголик которому захочется выпить а он знает что до супермаркета далеко это надо платить а у вас есть алкоголь и заплатить не надо будет пытаться залезть к вам в дом плевал его арестуют он там полежал в тюрьме немножко его выпустили вернулся обратно еще довезли до этого дома уже транспорт туда не ходит вот это меня совершенно идея поразило а потому что это просто просто разбить вот просто разрушить нормальную жизнь которую люди себе создали в том что называется собак и меня поражает что об этом республиканская партия не трубит на каждом углу потому что это одно только это способна отнять все голоса всех людей которые живут в пригородах американских городов отнять у байкера это значит первый интересный момент внушительно братьев да уж вот значит теперь еще один момент следующий а практически я бы сказал так из 40 пунктов программы 3 конкретно посвящены экологии и в двух значительная часть посвящена экологии то есть считаете что пять пунктов из 40 его программы говорят сказать разговаривают об экологии с точки зрения экологической расовой дискриминации то есть будет создан некий комитет а возможно как байтон предлагает внутри министерства юриспруденции а то есть генпрокуратура по разговаривают а который будет конкретно очень заниматься а экологическим расизмом что это значит не совсем понятно но из тех функций которые прописаны этому комитету как бы намеком ты понимаешь что а будет будет выплачиваться какие-то суммы денег а тем цветным как они называют их комьюнити которые находятся в зоне действия скажем экологически каких-то предприятий которые находятся там почему цветным потому что они исторически больше страдали а во время значит вот рабство которое происходило в освежать в реке и после рабства было неравноправить а экология еще а служит байдену для предложения следующей переделки там значит у него написано что он полностью принимает все пункты нового зеленого соглашения значит green new deal которая предложила значит оказия кортес и которые поддержали более ста сенаторов и конгрессменов в соединенных штатах америки что эта программа предлагает до 2035 года то есть 15 лет там в кое-каких местах написано 10 но я буду все-таки брать крайне так сказать момент о котором они говорят чтобы меня потом не обвинили что я вот обманул кого-то в течение до 1935 года сто процентов американского электричества будет производиться без помощи газа угля и нефти а с помощью следующего первое это ветер второе это солнце а третье это гидро то сказать электростанции вода но это у нас очень мало так сказать поэтому и построить особенно негде это все-таки не россия да значит а как бы стыдливо ничего не говорится об атомной энергии но я подозреваю что зеленые не дадут развивать атомную энергию поэтому там просто вы не упоминаете на всякий случай как бы так понятно что вообще мы не будем использовать этот кошмар значит что же будет происходить сто процентов для того чтобы через 15 лет сто процентов энергии а значит перепроизводилась электрической производилась не грязным путем как они говорят надо во первых переводить пилис перестраивать и переустраивать все отопительные там и климатические системы во всех зданиях соединенных штатах америки я добавляю что вы не можете посчитать их порядка двух миллионов сдать и сейчас не говорю о том где мы живем наши дома там другие другие у них идеи если всякие как говорили россии мульки и для этих домов есть тоже уже посчитано что для того чтобы да и еще обязательно мы придумаем какую-нибудь энергию которая будет вместо нефти и тому подобное вот в свое время обама запретил в аляске то бы в других местах будет новую нефть там газ добывать тянуть быть самые нефтепроводы из канады потому что он сказал что в самое ближайшее время у нас будет новая энергия которую вот-вот мы сейчас изобретем уже вот 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 оба уже восемь лет и ушел уже трамп четыре года значит и уходит уходит первый срок качается надеюсь что у нас до сих пор нету этой самой новой энергии я подозреваю что ломать на тогда когда у тебя есть что-то с чем ты можешь строить и то есть у тебя есть некая новая модель и кстати если придумают новую энергию то старая просто отомрет зачем все это городить если все так легко но они не собираются ждать новую энергию так вот если не учитывать такую некую новую энергию который не понятно откуда возьмется в основном солнце пусть производит то мы можем если мы хотим обеспечить сто процентов наших электрических нужд а значит такой энергией то во первых надо по 14 триллионов значит вынести для того чтобы все сломать все разрушить и построить эти самые солнечные там батареи и того подобное а потом надо изобрести после сегодняшний батареи не очень хорошо работают потом надо изобрести другой способ передачи электроэнергии что-то который сейчас по дороге теряет 80 процентов энергии собирая их с малых мест где расположены зеркала вот это который ловит солнце еще раз сегодня девятнадцатом году америка потратила 395 миллиардов долларов на то чтобы осветить дома получить электричество работали там и не знаю там фены и холодильник 1 кроме того предприятия 395 миллиардов долларов запомнили эту цифру да вот если мы полностью перестроим все и поставим везде электрические вот уловители солнца то нам нужно будет платить за энергию не 395 миллиардов долларов в год а 6 6 триллионов в год то есть каждый киловатт энергии все переделав да и потратив немыслимые деньги будет нам стоить в 20 раз дороже вот умножьте сколько вы работе в 20 раз сколько дома пользоваться в 20 раз сколько я не знаю а еще не собираются все машины переводить к к тридцатому году они собираются сто процентов автомобилей американских переводить на электродвигатели кстати вот с моей точки зрения электродвигатели значительно хуже для атмосферы при получении этого электричества при пересылке его и при пользовании но я опять не специалист может я чего-то ошибаюсь вот для того чтобы все это перевести на электричество нужно неимоверные деньги для того чтобы электричество потом перевести до без загрязнения атмосферы нужны неимоверные деньги а результат мы начинаем платить в 20 раз больше за электроэнергию платим сейчас то есть вы понимаете что все это просто слова это все три по дня которую завлекают идиотов потом они к сожалению начнут уже на джет бабки зарабатывать да может триллиона на этом сделать они начнут ломать нам инфраструктуру они начнут там ломать нам электричество это что-то было вас закрывать до в третьем месте программы написано что они собираются значительно усложнить условия открытия новых там шахт новых добычи угля нового газа и значительно усилить контроль и усложнить а значит работу компании которые уже сейчас действуют что означает что с их желанием избавиться от нефти от угля и от газа у нас будет падать и падать и падать производство угля нефти и газа чтобы конечно им так сказать в плюс слушай они будут таким образом сказать вот не хватает надо больше электричества не важно чтобы немножко сейчас денег еще потратим немножко 16 триллионов а в общем это абсолютная бредятина которая сделана для двух вещей выиграть умы и голоса людей которые просто не хотят или не будут разбираться а для которых красиво это звучит и второе это своровать триллионы то есть сделать путина маленьким червячком который вообще просто по дорожке украл одну крошечку они будут показывать на его пальцем и смеяться потому что украсть 16 триллионов за 10 лет это прекрасная задача демократической партии перспективы блестящего демократа поскольку вот та программа с которой выступает вице-президент очевидно но не всех так сказать убедит в том что за него следует голосовать предпринимаются такие попытки каким-то образом изменить избирательную систему то есть традиционного вбрасывание бюллетени да кстати с кем бы не начинаешь спорить о том что фальсификация выборов происходит на регулярной основе то там то там нет ничего подобного это все выдумки это все теория заговора вот кстати в пенсильвании завершился знаковый судебный процесс местный отставной сенатор майкл мейерс был признан виновным в массовых бросов бюллетеней на выборах разного уровня с 2014 по 2016 год грозит там и кстати с ним в купе еще судья который разбирался вот в этих во всех делах которые вас да им грозит обоим где-то по 10 лет тюрьмы но при этом либералы опять будут говорить что все это теория заговора не вот этот эпизод а будут опускать хотя кейсов таких когда людей уже и признали виновными фальсификации уже судили некоторые в тюрьму пошли предостаточно нет они все равно будут утверждать что это все фальсификации ничего подобного нет потому что на сенен об этом не говорят да сережек моему огромному сожалению республиканская партия не не обладает какой-то централизованной платформой для для донесения мысли идей информации до населения я понимаю что нет что 80 процентов прессы находится там но все равно во первых есть радио шоу во вторых есть телевизионные какие-то велика муан там так сказать fox news там и тому подобное да есть еще целый ряд кроме того есть интернет которым нужно обязательно нужно необходимо работать и можно работать и почему-то кроме вот президента который постоянно единственный один что называется находя время от огромного количества дел про которых мы даже не имеем ни малейшего представления которые не выходят на поверхность еще он занимается твиттером должен быть единственным человеком который вбрасывает информацию необходимую нам который узнать то есть я совершенно поражен тому что что нет отдела медийного отделом как его называть даже даже таскать в хиленька извиняюсь либитарианской партии которые я участвовал и был там в цикадо это был отдел медиа который я там очень недолго но возглавлял то есть отдел связи с прессы ты пытался добиваться того чтобы то что ты узнал про других или то что ты хочешь сделать ты доносилась бы вот давно мне кажется что очень право и вообще так сказать везде по всему миру очень плохо это делают левые намного лучше вынужден согласиться давайте попробуем принять звонок добрый день пожалуйста уфи алё здравствуйте я хотел бы вот добавить к тому что сейчас сказал ли он республиканская партия не имеет средства массовой информации либерасты имеют эти средства массовой информации но надо честно и чаще говорить что и республиканская партия ее элита и демократическая партия ее элита это все бюрократы как раковая опухоль держится и уничтожает любую структуру это бюрократе среди республиканцев такие же самые скрытые демократы которые живут жреют на этом месте и никак не хотят никаких изменений они туда приходят за редким исключением что-то менять они приходят за очередной зарплатой и за очередным карьерным ростом ну вот так я определяю эту борьбу но сейчас уже конечно она вышла за рамки всякого возможного неприличия просто даже слов нет даже в россии серии даже и вот я добавлю александр видно с оптимизмом вот перед этим сказал что англосаксы по-видимому выдержат а потом ответят я сомневаюсь я сомневаюсь они тоже поражены и привет и примеров для этого много посмотрим к сожалению да спасибо большое к сожалению так спасибо за ваш звонок действительно среди республиканцев есть но скажем мид рамни который принял участие в демонстрации black lives matter просто вот вместе с ними встал и пошел в строю удивительные вещи происходят и при этом он счит я я не знаю безумие какой-то но это не безумие спонтанное то что сейчас происходит в стране то что происходит во всех корпорациях по всех государственных учреждениях борьба с расизмом я могу привести еще один пример скажем как я уже сказал каждый день приносит ни с чем не сравнимое моральное удовлетворение результатами ожесточенной борьбы против расизма вашингтонский университет принял решение выставлять оценки студентам в зависимости от расы студенты с черной кожей освобождаются от сложных экзаменов и могут пренебречь сроками их сдачи поскольку они слишком заняты борьбой за свои права и уже выставленных оценок из выставленных оценок самые низкие учитываться не будут а предстоящие экзамены не обязательно если студент не чувствует потребности их сдавать и доволен оценками за предыдущие экзамены вот так вот это будет очень правильно молодцы потому что в черном врачам никто не будет ходить черном архитектором никто не будет давать строить дома или дай бог чтобы мастерос искать они еще рассчитывали вообще удивительно и ведь это это же самое происходит его и велик в этих ведущих университетах там тоже произошли такие колоссальные изменения снижение для определенных расовых групп требований там проходного балла и так далее то есть в университетах в ведущих университетах воспитываются новые элиты не покрыли того воспитывается новый расизм абсолютно и вот это то это те люди которые будут работать в правительстве которые будут работать в законодательных органах и во всех министерствах и ведомствах то есть необразованные малограмотные люди будут верховодить в этой стране то есть в этом случае страна обречена она не просто формально превращается в банановую республику она неформально будет напоминать все больше и больше именно банановую республику ли он мы должны наверное сделать небольшой перерыв послушаем рекламное объявление после чего вернемся обязательно продолжим возвращаемся в программу леона вайнштейна голос здравого смысла телефон в студии 847 4 0 0 5 2 0 0 давайте попробуем принять звонок добрый день пожалуйста вы в эфире здравствуйте знаете просто с тяжелым сердцем я сейчас звоню потому что один и тот же вопрос как бы поднимается и поднимается что две партии абсолютно одинаковые вот это антисемитская антихристианская антиамериканская и так далее партия которая хочет уничтожить эту страну и республиканская которые да достаточно пассивные но как консерватор какие новые идеи когда они вообще-то говоря основаны и продолжают поддерживать идеи отцов-основателей поэтому как бы это я я даже не понимаю когда осталось три месяца всего и очень многие как бы будущие избиратели не очень понимают во всем этом они видят вот все это поверхностно и мы все равно продолжаем консервативные и особенно вот вы такие в общем-то серьезные не политолог но не важно и вы продолжаете значит как бы лить мельницу на их на лить воду на их мельницу то есть когда они придут голосовать они подумают а зачем какой смысл вот за трампа проголосуем и все и все это будет конец даже если трамп победит а он ничего не сможет сделать а посмотрите что дело демократы организованные и никогда никогда они не критикуют себя никогда то есть мы ведем себя я я бы сказал очень многие очень мягко говоря не дальновидно теперь вы вот сказали что не даже радио и то там не как бы не передают вот эти факты не как же вы говорите я не понимаю просто рас лимба шан ханиси майкл галхер денис преггер марк ливайн список можно и продолжить и продолжить вот это единственное действительно то что осталось то что это республиканские и консервативные наши шоумены которые доносят факты и правду все то что вы говорите и у них естественно это тоже есть поэтому мне не совсем понятно вот эта вот ситуация и как бы я спасибо я с вашего позволения отвечу на это хорошо да значит ну во первых во первых спасибо за звонок действительно во вторых спасибо за волнение по этому поводу а я совершенно согласен с тем что пропасть есть огромная между демократической партией республиканской я не согласен только вот с чем а я не хочу употребить про других не знаем как хотят пусть действует но я не хочу уподобляться людям которые кричат из политической задачи кричат что все прекрасно все хорошо и критиковать нельзя критиковать нужно обязательно этим мы отличаемся от тупоголовок или как сережа любит говорить вагиноголовых демократов мы рассказываем разницу между тем что происходит демократической партии что она предлагает что предлагает республиканская партия наша проблема с лидером лидерами демократской партии мне кажется что они очень пассивны и дин и только трамп всерьез трамп и белый дом всерьез занимаются идеологической и вот этой самой политической фитнес-промагандистской назовем это так борьбой с демократами мне кажется что республиканская партия как партия как организация должна в 10 раз больше прилагать усилий для того чтобы а рассказывает что предлагает демократическая партия и б давать сравнение демократическая партия на сегодня умудрилась в умах людей сделать выборы двадцатого года референдума в этом хороший трамп или плохой по поводу коронавируса по поводу того сего и того подобное ну хорошо кто-то считает что он неправильно это делал да вместо этого республиканская партия обязан то есть вместо этого республиканская партия обязана была поменять это на это не референдум о трампе нравится вам или не нравится его прическа а это вопрос кто будет руководить этой страной или только кто а и принципы и вы должны выбрать между принципами а и принципе любая поэтому мы не говорим о том что они одинаковые до фашист который стреляет таскать там извиняюсь таскать из пулемета по людям и человек который неправильно перешел дорогу оба преступники но они не преступники одинаковые я искать извиняюсь за дурацкий пример я к тому что надо сказать человеку слушай там переходим переходи улицу не в этом месте а в этом да все остальное это делаешь правильно идешь правильном направлении никого не убивать вот значит мы для этого сейчас и с сергеем я понимаю другие люди тоже пытаемся разобраться в том а что же такое предлагает демократическая партия устами байта на его веб-сайта для жизнь жизни для нас если вам этого недостаточно залезайте сами в байденовские 40 пунктов каждый из которых страниц по 20 и сносок там еще страниц на 400 600 вот вместо этого я этим занимаюсь да и кто-то еще там кто пытается делать потому что я понимаю что у кого-то нет времени у кого-то нет языка у кого-то нет терпения у кого-то просто не приходит это в голову абсолютно и к сожалению мы знаем что он по моим прикидкам это 98 процентов средств массовой информации которые работают против трампа против консерваторов поэтому и голоса наши не так слышны мало того голливуд работает против мало того академия вся работает против начиная там я не знаю с начальной школы и заканчивая университетами поэтому и плюс ко всему финансирование этих банд этих организаций всевозможных один сорос финансирует сотни организаций которые работают против нас против америки поэтому и они слышны больше очень плохо это очень плохо потому что почему спрашивается вопрос сайт правые там консервативные скажем богатые люди есть люди которые также богат это чуть-чуть меньше больше не знаю чем 40 почему эти люди тогда не дают такие же деньги или больше на то чтобы вести пропаганду в обратную сторону то есть контр пропаганду мы об этом и говорим что наши голоса не слышны мы пытаемся делать вот на нашем русском так сказать поле да все что мы можем делать но мы не слышим отчетливо голосов республиканцев и консерваторов есть только ты специально не пытаешься их найти большинство людей специально не пытаются их найти я предлагаю что нет звонков есть и звонки который мне хотел чтобы люди знали и я бы хотел их осветить звонки у нас есть добрый день пожалуйста в эфире добрый 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 день леон вы я считаю абсолютно не правы в том вопросе что осуждаете байдена за то что он там пообещал 30 тому году но это очень близкий срок я бы сказал 50 могут заменить все угольные газовые электростанции на солнечные электростанции в том году кажется и он макс макс построил австралии электростанцию на солнечных батареях потратил на это 100 дней и компания которая купила эту электростанцию австралийская получает ежедневно 400 тысяч долларов прибыли от этого солнечной энергии за ней завтрашний день завтрашний день я считаю что большая ошибка трампа когда он открыл электростанции на угле который закрыл предыдущий президент да и не разработал программу замены их на электростанции которые это логично можно я вы сказали да сказать я конечно же я совершенно поражен тому как люди требуют чтобы государство вмешивалась в их жизнь если что-то так хорошо и что-то настолько более прибыльно то почему идиоты капиталисты продолжают делать то что не прибыльно они делают того что им положат много денег в карман вот этого я не понимаю никак то есть надо считать что все эти люди которые занимаются энергетикой они абсолютные кретины они хотят терять много денег и они хотят зарабатывать мало денег вот значит если что-то очень хорошо то она без государства переходит на эти рельсы каждый раз когда государство вмешивается она разрушает что-то я могу сейчас начать примеры приводить у нас не хватит двух слов часов на то чтобы я это делал вспомните про нашу почтовое ведомство вы знаете что если вы сейчас решите доставлять письма от одного человека к другому и брать за это денег меньше чем почтовое ведомство что делать запросто многие люди предлагают это спасает в тюрьму просто чтобы вы знали это я выдумываю это сажают в тюрьму если вы кому-то предлагаете к по контракту доставлять их письма из одной точки в другую потому что государство когда накладывает на что-то лапу она разрушает все на сегодняшний день можно легко доставлять чаще письма быстрее письма и за пол цены мы этого не делаем потому что этим занимается государство значит как только у нас школы захватила государство и не отпускает у нас школы дошли до того что быть у нас математика на двадцать пятом месте среди развитых стран в школах а как только начали организовываться школы чартерные то сейчас например учителя лос-анджелеса выпустили прокламацию что они не вернутся на работу пока не уничтожат все чартерные школы в городе лос-анджелеса ну кроме всяких других идиотских требований господа государство хочет в виде чиновников залезть к вам в жизнь в карман в душу во все она все разрушает ничего хуже чем вспомните только сколько людей убили руководители государств и их строй и тут же вы узнаете что убита людей в двадцатом веке сто раз больше государством внутри чем в войнах вы понимаете что наш самый страшный враг это государство даже при что сидит во главе его сейчас сидит человек который нам нравится да и который ведет нас в сторону от этого освобождает от пут ему пока не победить одному втроем всемиром и не победить бюрократический аппарат это почти невозможно вот гигантские вещи делает вот то что сейчас позвонил человек и предложил это смерть энергетического сектора как они убили медицину в америке вы знаете что до того как обама кера была введена у нас постоянно уменьшалась каждый год на полпроцента количество смертей на тысячу человек вы знаете какого момента начало расти драматически в день введения обама кер который якобы на большее количество людей действует и поэтому должен нам всем помогать а количество смертей в америке те кто был под страховкой не был под страховкой законный незаконный легальный нелегальный всех начало увеличиваться и продолжает по сегодняшний день потому что как только ты влезаешь государством во что-то ты вроде что ты исправляешь но ты не действуешь на основе рыночных законов действительно где нужно да а ты действуешь лопатой ломом молотком и ты разбиваешь это у нас разбиты школы система обучения у нас разбита медицина система оздоровления нашего а сейчас они хотят еще в энергетику влезть не дай бог но наш радиослушатель имеет определенное отношение к президенту трампа поэтому любую фальшивку он готов выдавать лишь бы укусить ущипнуть так сказать плюнуть и и так далее аргумент приведенный вами на самом деле не побиваем если это действительно 400 тысяч долларов в день компания зарабатывает покажите мне хоть одного капиталиста который бы от этого отказался но покажите мне а может быть если бы не было электричество зарабатывали бы 500 тысяч мы же не знаем может быть но только до сих пор это вещь весьма и весьма ненадежная если бы так все было хорошо то все австралия вся англия вся америка уже было бы в этих станциях европейские страны которые кинулись были было поначалу причем из идеологических соображений устраивать вот такую возобновляемый возобновляем люблю когда когда в разговоре там звонят ли просто в разговоре выдают обман за правду а потом еще в конце говорят чтобы вы знали вы не правы вот чтобы вы знали вы не прав окей у нас есть звонки но вы хотели еще чем-то поговорить ваш выбор я хочу поговорить потому что звонки нас на всякую чушь отвлекают и на вранье давайте мы все таки поговорим о вещах которые важны значит очень важна иммиграционная политика а что хоть хочет сделать байтон что хотят сделать демократы они хотят значительно увеличить а привоз сюда привоз сюда и сейчас объясню что я имею ввиду эмигрантов из латинских стран они предлагают открыть в латинских странах а так называемые репатриационные лагеря что это значит это значит что будет сказать огорожено место где будут куда будут приходить люди жители гондураса эль-сарвадора или гватемалы и говорить меня по и деревне преследует вот моя семья мы хотим уехать в америку селитесь здесь мы вас кормим поем когда набивается целый самолет мы вас сажаем самолет чтобы не дай бог не шли пешком в америку и летим или прилетаем в даллас или куда то еще там у вас выпускаем под подписку вы должны явиться через два месяца четыре дня и шесть часов и судья решит везти вас обратно или оставить здесь это первое на полном серьезе собираются делать второе байден собирается втюхивать миллиарды это написано в его программе в то чтобы улучшить жизнь в году россии эль-сарвадоре и в гватемале это первые три страны которыми он хочет заниматься почему а он хочет создать там уровень жизни равные американскому для того чтобы им не захотелось уезжать из этих стран в америку вообще представляете этот бред да видите сколько денег украдут демократы по дороге и сколько украдет руководство гондураса и гватемалы до того как они хоть одну копейку вот но даже если бы это все шло туда в гондурас это мы будем строить коммунизм на земле гондурасом чтобы работать они не будут так американцы как мы все понимаем да эль-сарвадор ботемала и гондурас мы там строим коммунизм чтобы не дай бог они не захотели прийти к нам а потом к нам пойдет очень много людей с чили и мы начнем строить коммунизм в чили значит как вы знаете коммунизм не работает работа тогда когда кто-то его оплачивает кто будет его оплачивать вы и я вы и я значит а насчет еще одна забавная вещь а сегодня если допустим незаконные мигранты или чек который подал и здесь так сказать там пока пока нормально сидит ему разрешаю здесь быть и смотрит на него до грин карты совершил преступление то его так сказать он сначала отсиживает это дело а потом везут обратно в ту страну из которой приехал так вот байден собирается полностью отменить какое бы преступление не совершил человек который незаконно сюда приехал или законного просил разрешения и ждет грин карты его нельзя будет на основании этого выгонять из страны более того мы объявим во всех латиноамериканских странах что если вас трамп вывез туда за преступление вы можете вернуться обратно мы предоставим вам средства транспортные выберем сюда и мы будем с вами разбираться отпустим вас на волю а потом вы придете через там четыре месяца три дня как я уже говорил и мы будем вас судить вот это гениальная совершенно история для того чтобы наводенить эту страну людьми которые совершенно ничего не понимают в америке ничего не понимают свободе ничего ничего не собираются понимать говорят на другом языке они не могут выполнять ни одну из работ которые сегодня в америке нужны они могут только конкурировать самыми бедными неграми или самыми бедными из нелегалов или самыми бедными значит мексиканцами и тому подобное то есть мы учителяем то количество людей которые могут быть гартнерс или убирать на улице или мыть или настройки что-то таскать но при этом остальные будут садиться нам на шею потому что у нас для них же нет работы они же хотят но они не могут найти работу да а зачем мы их привезли тогда сюда если у нас нет для них работ у нас если трамп останется президентом экономика пойдет как сумасшедшая наверх мы будем переводить стимулировать сдавать деньги снимать налоги со всех предприятий которые готовы обеспечивать нас американцев всем тем что нам совершенно необходимо для нашей жизни аспирин там я не знаю так сказать другие лекарства там что-то еще что нам нужно то есть все что сегодня производится в китае что будет в список войти необходимости будет производиться в америке это дикий совершенно взлет невероятный взлет промышленности и тому подобное но нам нужны будут не уборщики там но уборщики у нас уже есть у нас уже получают по безработице или получают в элфер или что-то еще которые можно под пойдут туда работать нам не нужны нам нужны люди которые могут с компьютерами работать которые могут которые обучаемые вот самое главное ты не можешь человека который спирс перед после пятого класса перестал учиться вышел из девятого сбросил школу и не умеет не читать и писать и считать не умеет в уме 2 плюс 2 ему нужно искать либо у кого-то спросить либо на конкуляторе такие люди не нужны в современном но они есть ну что делать это мы виноваты вот школьное образование ужасное совершенно которые демократы нам организовали потому что профсоюз учителей который самый большой донор в их партию и деньгами и волонтерами не дает ничего поменять в системе так вот из-за всего этого создалась ужасная ситуация свои у нас дети растущие в городах там и того подобное не могут считать писать не могут исполнять работ могут либо сидеть на вэлфере либо идти грабить либо исполнять самые сам подавать в макдональдс и то надо уметь там понимать куда тыкать пальцем в эту самую в компьютер хорошо можно их научить трем операциям самым легким но мы же из-за этого вынуждены везти людей из индии больших количествах из досточной европы привозить оттуда еще не сопротивляются этому говоря что а вы их везете потому что они белые это вообще это такой кошмар который сейчас происходит я вам передать не могу вот нам совершенно необходимо получить трампа плюс сенат плюс конгресс потому что если нет ребят хана америке просто еще четыре еще восемь лет хана америке ух как не печально заканчивать программу на столь пессимистичной ноте на самом деле у нас есть все шансы вернуть себе нижнюю палату сохранить верхнюю палату и сохранить за собой белый дом потому что как мы знаем там порядка 40 процентов избирателей принимают участие в выборах я думаю что люди все-таки должны проснуться увидев то что происходит и то что грядет в случае поражения республиканцев и обязательно должны подняться подрывать свою задницу от дивана пойти проголосовать и в этом случае у нас есть шанс сохранить страну перед нами стоит задача сохранить эту страну его на огромное спасибо и до встречи в следующий раз до свидания